Доброе утро, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это утро, за благодать Твоего посещения и наполнения, и вследствие ободрения Своим Словом, Господи, Словом завершенной работы. Слава Тебе, Иисус Христос! Благодарны Тебе! Благослови эту небольшую мысль к основной части. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, давайте прочитаем с вами сначала первое послание Коринфина, седьмую главу, и прочитаем десятый стиль. Оступившим в брак, не я повелеваю о Господе, жене не разводись с мужем. Давайте откроем также книгу пророку Осии, первую главу, второй стиль. Начало слова Господня к Осии, и сказал Господь Осии, «Иди, возьми себе жену-блудницу, и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И прочитаем также первое Петра, вторая глава, десятый стих, с девятого. «Но вы, род избранные, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Интересно, я размышлял в свете этого стиха и мыслей, как он ободряет всех в этой истине и покрывает все эти группы людей. Я подумал о такой мысли, что невозможно развести Божий союз. В каком смысле? Я подумал о тех, которые могут переживать боль, сокрушение, допустим, разрушение семьи. И происходит развод. И, кстати, в верующих семьях тоже такое бывает. И семья сокрушается. Но мы с вами видим это ободрение и утешение, что невозможно для тех, которые, возможно, переживают эту боль, разрушить этот союз, который был заключен вследствие непоколебимости завета Божьего с верующими людьми посредством жертвы Господа Иисуса Христа. Как здорово. То есть, почему нельзя развести этот союз теперь с Богом во Христе? Потому что этот завет, который был заключен с Богом в Иисусе Христе, он непоколебим. Его разрушить нельзя. А вследствие нельзя и развести. И это приносит нам это удивительное слово, ободрение, что мы неразрывны теперь с Иисусом Христом. И Иисус Христос не может и никогда не совершит этот развод с теми, с которыми Он заключил союз по завету Своему, потому что этот завет непоколебим. И мы можем видеть здесь определенный стандарт совета, который говорит в послании 1 Коринфянам. Не разводись с мужем. И многие люди могут выбирать себе разного рода стандарта, не разводиться. Но здесь мы видим, конечно же, высочайший стандарт или Божий стандарт. Он говорит пророку, иди возьми себе жену-блудницу. И далее мы знаем, что происходит. И это все картина Израиля. И сначала они названы непомилованы, а потом помилованы. И где нам находить это ободрение, эту крепость, эту силу, что мы помилованы, что мы неразрывны с Господом Иисусом Христом. Это укрепление и наполнение словом о его непоколебимости завета. Что мы неразрывны. И всякий верующий, который не только это падение может быть в этой области, но и всякое падение, я подумал, человек может падать. И верующий человек, пока находится в этом тленном теле, он падает. Но мы с вами утешаемся и укрепляемся и наполняемся этим удивительным заветом непоколебимым, что Иисус Христос теперь не может разорвать с нами этот союз, потому что его завет непоколебим, потому что искупление произошло. Он воскрес из мертвых, сейчас одесную Отца и ходатайствует, и защищает каждого из нас. И мы можем быть укреплены, что этот союз никогда не будет разорван, даже если человек падает. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Аминь. Замечательно, пастор Мурлан. Спасибо. Брак как символ работы Бога над человеком, и даже тогда, когда брак распадается и у христиан, такое может произойти, но этот союз с Иисусом Христом непоколебим. Он держит, не отступает, продолжает, питает. Слава Господу. Спасибо. Отец наш небесный, мы благодарны тебе в это утро. Утро твоих замыслов. Утро твоего призыва, твоих желаний, которые ты закладываешь в наши сердца. Мы благодарны тебе, Господь, за твои действия, и они существенны в нашей жизни. Они оказывают влияние не только на нас, но и на окружающих, в том месте, где мы находимся. Благослови изобильно эти размышления. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Слава Господу. Сегодня у нас... Виолетта Викторовна, у вас включенный микрофон. Спасибо. Все еще включен. Ага. Спасибо. Итак, мы с вами находимся в 32-м слове посвящения по первому посланию Коринфянам. И наша порция сегодня с 8-го стиха, 7-я глава, с 8-го стиха по 24-й. Очень интересное убеждение, которое Господь вкладывает в наши сердца, и оно имеет великий смысл. Давайте мы посмотрим. Итак, прочтем, что здесь написано. Призван ли кто из вас обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто. Но все в соблюдении заповеди Бога. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Это удивительная тема призвания нашего. И как в нашей жизни, в силу вхождения Господа в нашу жизнь, в наши сердца, они изменились. Призваны были мы в одном состоянии. Религиозные отличия, например, обрезание в иудаизме или же в исламе. И не обрезание у других людей, язычников. Не в этом смысл. А смысл в том, что ты соединён с Христом. И вот эти интересные смыслы. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. О чём здесь говорится? Господи, мы успокаиваемся. Одна из наиболее тревожащих нас, как людей, перспектив – это карьерный рост, продвижение по службе, чем заняты миром. Но вот мы с вами стали Христовы. Он позвал нас. Он откликнулся на нашу молитву, когда мы просили Его, чтобы Он спас нас. Он простил наши грехи. Он стал воздействовать через Слово и убеждать нас. Он призывал и призывает нас проводить время вместе с Ним. И мы обнаруживаем, что есть другое качество жизни – постоянство, верность. Благое отношение к себе и к другим. Взаимоотношения с окружающими людьми и в семье. Потому что это Он меняет всё в нас, а не мы пытаемся изменить свою жизнь. И можно посмотреть на ту разницу, которая бывает в семьях. Однажды я был на одной железнодорожной станции. И я направлялся из Ашхабада домой к маме в Караганду. И вот у меня где-то несколько часов на пересадку. У меня украли там чемодан. Я порадовался, что там Библия, и эта Библия достанется человеку. И вот есть масса свободного времени, пока дождёшься своего поезда. Но я уже пастор. Какое мое действие? Искать потерянных. И этих потерянных достаточно много на станции. Пошёл, приобрёл пакет с орешками. Выхожу на платформу. Стоит замечательный молодой человек, казах. И так задумчиво смотрит на эти пути железнодорожные, которые уходят вдаль. Ну, вы ощущали это. А пути железнодорожные – это как открытый путь. И вы его сопоставляете со своей жизнью. Я подошёл, дал ему орешков. Стоим, смотрим. Начинаем разговор об Иисусе Христе. И он рассказал свою историю, что в семье отца два брата – он и другой брат. Вот началась эта перестройка в Советском Союзе. Появилось много тех книг, которые раньше были недоступны. И отец решил сделать своим сыновьям подарок. Ему, вот этому парню, с которым я разговаривал, он приобрёл Новый Завет – Инджил. И вот в семье стали происходить определённые изменения. Со стороны поверившего в Иисуса Христа – это было благое отношение. Со стороны другого – это было достаточно жёстко. И вот отец смотрел на то, что происходит, и видел разницу. Бог менял этого человека, который принял его как своего Спасителя. И он стал отражать через жизнь этого человека нести свет для всей семьи. Потому что каждый из нас грешен. В силу греха мы беспокойны, раздражительны, казним себя, казним других. Но вот приходит Тот в нашу жизнь и призывает прийти к Нему, Господу Иисусу. И первое, что он делает, он убеждает нас в том, что он любит нас. Он прощает наши грехи. Он описывает, как это всё произошло. Человеку просто необходимо знать, чтобы ему объяснили эту мудрость Бога, когда сам Господь Бог в человеческом облике зашёл на крест. Он мог бы уничтожить всю вселенную. А он с креста прощал. Иисус молился, 23 глава Евангелия от Луки. «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают». Его слова были настолько проникновенными, что находившиеся рядом в таких же мучениях, но, вероятно, не таких, потому что мучения Иисуса Христа, они несопоставимы с другими. Это не только физиология, не только тело его страдало. И один из злодеев на кресте вдруг обнаружил, что ведь рядом с ним необыкновенный человек. Он слышал, он был в этой стране, в Иудее, он слышал все эти разговоры, которые захватывали всё больше и больше людей. И всё для него это было так. «Да ничего, у меня свой бизнес». Господь пришёл к нему на соседнем кресте. Он молился за весь род человеческий, когда они вот такое издевательство творили над ним. Но это была его жертва, о которой он сказал очень интересно в Евангелии от Иоанна в 10 главе. «Зато меня любит Отец Иисуса как человека, что я согласился отдать свою жизнь, положить её и принять её снова. Мы могли бы сказать, да, это человек и Господь Бог. А что в вас? Кто в вас? Дух Святой». Это невероятное соединение, которое произошло и которое так прекрасно Иисус описывал в Евангелии от Иоанна в 16 главе в 7 стихе. Когда его ученики были в печали от того, куда идёт Иисус, что с ним произойдёт, что он умрёт. И даже у Петра были такие порывы, самопожертвования. А он как будто бы уже принёс себя в жертву, взял весь этот удар казни на себя и заявил в 13 главе Иисусу о том, что он пойдёт, и он положит свою жизнь. Иисус поначалу сказал ему мягко, «Сейчас ты не можешь это сделать. Потом». Потом это означает, когда жертву единственную во все времена, единственная жертва, которая абсолютно устраивала и через которую Господь Бог, Отец, Сын, Дух Святой видели, как пойду будут приходить к ним люди, и они будут изменены, и они будут потом восхищены на небеса, и это будут совершенно чистые, праведные люди, потому что они родятся заново. Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы рождаемся заново. Иисус, как человек, должен был верить в это. Мы, люди, имеющие Духа Святого, который всегда рад обучить нас, укрепить и убедить. И разбойник взмолился. В нём произошли сджиги. Что произошло? Он не читал молитву принятия Иисуса Христа как своего Спасителя. Он сказал ему, Господи, он поверил. И уже Господь с креста мог разговаривать с ним, разбойник просит, когда ты будешь в своём царстве? Вы слышите, как возникает призыв от Бога к этому человеку? И этот призыв побуждает его сказать эти слова Иисусу Христу. «Вспомни обо мне. О каком царстве ты говоришь? Перед тобой такой же, как ты, страдающий на кресте?» Нет? Призванный, в каком бы ты состоянии не находился, оставайся в этом состоянии. Потому что преображать тебя будет не ты сам, а Господь Иисус. так и оставайся. Можно было бы сказать, Господи, а ты меня сними с креста и куда-нибудь подальше забрось от этого места. И, кроме того, ещё раны на руках, на ногах исцелить. Нет. Самое главное просил тот, который по своему статусу, далёкий от всякой религии, оказавшись вблизи с Иисусом в самый важный момент его жизни, нашей жизни. Он обрёл призыв Бога к спасению. И Господь ему ответил, «Сегодня же ты будешь. Сегодня же я всё изменю. Сегодня же твоя жизнь имеет продолжение. Ты будешь со Мною в раю». Интересно. Так замечательно нам с вами размышлять над этими смыслами. Господи, а почему ты не хочешь, чтобы я стал выдающимся учёным? Учёных много. Кстати, настоящие учёные, которые занимаются делом изыскания в том, что они обнаруживают в окружающем мире, они движимы. Да каждый человек подвигаем Богом к тому, чтобы сказать, «А ведь ты есть». это Римлянам первая глава девятнадцатой, двадцатой стихи. Человек при встрече с Богом не сможет сказать, «Я тебя не видел». Но он находится в этом мире, в котором у него есть столько даров и его тело, и его душа, имеющая не только ум и органы, сообщающиеся с этим миром, но и аналитику, интеллект. Он смотрит на эти, на окружающий мир. и в этом мире он видит чудеса. Это наша рука и большой палец. Убери большой палец, невозможно ничего делать. Здесь всё, всё так хорошо сочленено и так далее. Я читал вчера статью об одном учёном, который жил в 18 веке. Крэсси Моррисон, американский учёный. И он был поражён тем отношением, которое было у другого учёного к науке, которой он занимался естествознанием. так он был не только учёный. Это проникновение внутрь окружающего мира привело его к чему? К Богу. И Крэсси Моррисона, Крэсси Моррисона. Также он поверил в Бога. И он стал видеть его в любом направлении науки, за которые он брался. Везде, везде весь этот мир существует на основании законов, вернее, поддерживается законов, которые дал этот Всевышний интеллект, разум. Да, у него в его исследованиях Бог везде сквозит. Он ещё не открыл это для себя, что такой разум, который породил всё вот эту окружающую нас Вселенную, планету, страну и так далее, но породил и породил, и что дальше? И что не оставил никаких следов своего общения с людьми? Оставь Библию, народ израильский. У израильского народа много своих сложностей, но это такой же обыкновенный народ, как и другие, только вера в Бога, они призваны, и Он их ведёт, и люди окружающие, израильский народ путешествует к своему месту проживания, и окружающие люди, которые верят в своих богов и так далее, и которые такие же боги, такие же, как люди безнравственные. Вот видят в этом народе явление Бога. Мы с вами призваны, кем бы мы ни были, какой бы религии мы ни относились, но мы призваны Иисусом Христом. У нас квалификация для этого призвания. Знаете, какая? Я грешный. И я мучаюсь, мучился от этого греха. А теперь, а теперь что изменилось? А теперь слушай внимательно. Бог поговорил со мной, как здесь написано, вы куплены дорогою ценой. С креста. На кресте я был прощен. На кресте мы с вами должны были находиться, грешники, как тот разбойник. Ты услышал слова Бога, находясь в одном отношении в мире, оставайся. И пускай мир, окружающий тебя, увидит это новое, новую поросль через твою жизнь. Это удивительно. рыбак Пётр. К нему подходит Иисус. Можно из твоей лодки я поговорю с людьми, с народом? Да, пожалуйста, рыбак Кифа его имя. А, нет, символ. И отплывает от берега Иисус, разговаривает, он там сидит, слушает. И поворачивается через некоторое время Иисус к нему и говорит, отплыви чуть-чуть дальше, забрось сети. А я так представляю, что этот Симон, Пётр смотрит на него и думает, да мы ничего не поймали, и сейчас не время ловли. А потом, то, что он услышал, настолько повлияло на него, что он решил, да, сейчас и заброшусь эти. Это как в нашей жизни, как верующих, так много призывов, которые Господь делает, например, в Баку мы часто теряли наше место собраний. В силу того, что мы на собраниях проводим, говорим о Боге, поём, Иисусу Христу, восхваляем, такие радостные. Приходили недоброжелатели и угрожали руководителям того или иного зала. И вот в очередной раз, оставшись без зала, и нужно быстро найти было, я хожу по боку, молюсь и думаю, когда-то вся вселенная будет открыта для собрания. Заходишь в одно место, в другое, и, знаешь, тебя Господь ведёт. В каждом месте оставляешь следы того, что Господь побывал здесь. «Мы призваны, и мы идём, мы стали Божьи». Сказано о том, что происходит с рабом, но сейчас рабов нет, но человек, который может быть перегружен работой и так далее. Здесь сказано «Ибо раб», 22 стих, призванный в Господе, есть свободный Господа. Ты вроде бы ту же самую работу делаешь, а в Господе ты отдыхаешь. Происходит чудо, что твои мысли совершенно другие. Когда я был студентом, то одним из лёгких заработков такие пришёл, отработал и получил. Был хладокомбинат. Приходишь туда где-то в 10 часов вечера и до утра работаешь и получаешь зарплату. Тяжёлый, изнуряющий труд. Приходит вагон, и вот нужно его разгружать. Там, допустим, сахар, масло, сахар в мешках. Устаёшь чрезвычайно быстро. Но я решил сделаю, как делал мой друг ёж. у меня был ёжик когда-то подарили и он благополучно удрал. Но я увидел одну такую вещь. Тот мог ходить по моей комнате в поисках какого-нибудь выхода всю ночь и мешать мне спать. И я думаю, я тоже сейчас отключусь и буду... Мешок взял, погрузил на себя, раз пришёл, отбросил, как ёж. Легче стало. А вот когда с Господом, это вообще, это удивительно. Тогда всякие препятствия становятся некоторым вызовом применения веры. Где бы ты ни был, ты становишься свободным у Господа. И через некоторое время ты обнаруживаешь, что ты Его служитель. И ты служишь вместе с другими. Мы собираемся с вами каждый день практически по зуму, а в воскресенье служение. И вот люди едут, тратят деньги, приходят в это помещение, и они поют Христу словословие, они общаются, они слушают слово. Потом переполненные и трансформированные уже для того, чтобы переполненность сердца, она обязательно вышла и порадовала других людей. Так появляются миссионеры. Они слуги Божьи, они куплены драгоценной ценой. Да, у них у Петра была раньше карьера рыбак, предводитель рыбаков. У него были друзья тоже на лодках. А какой удивительный апостол получился. И везде рассказывал. он знал по Римской империи, где находятся его собратья по вере христиане. И отправил первое послание им, и второе. Я сегодня рано утром читал это было эссе, статья о жизни Джона Уэсли. Его иначе называли Божий всадник. Человек, который был таким неутомимым во Христе. И как он 400 сколько же там было написано? 400 тысяч километров. какая-то невероятная цифра была, что он объездил в Англии, он объездил все места. Это был всадник Господа, который приезжал и проповедовал. Через неделю, да нет, наверное, раз в две недели такие приезды были. И когда люди видели этого всадника, они кричали друг друг приехал, приехал, приехал. Мы в этом мире всадники Божьи, которые имеют призыв от Бога, понимание, кто мы такие, мы куплены великой ценой, драгоценной, дорогой ценой, крови Иисуса Христа на кресте. Мы хотим рассказать об этом людям. И пускай другие ворчат и говорят, вот туда вам нужно идти самим и так далее. Да нет, нужно каждому верующему в Иисуса Христа, мы с вами носители вечной жизни, в нас находится Дух Святой, мы призваны и мы проповедуем не религию, мы проповедуем жизнь вечную и спасение, как апостол Павел, где бы он не находился. Или же Петр перед Синедрионом стоит, там суд судит его самые великие мужи общества израильского и он там написано так замечательно четвертая глава книга Деяний «Петр исполненный духом». Исполненный духом он и Иоанн могли сказать такие слова, которые они сказали накануне. Человеку парализованному, который милость не просил у красных ворот входа во двор храма. золото и серебра не имею, но то, что имею, то и даю именем Иисуса Христа. Какая красота! Каждый человек может это сказать. Каждый человек призвать. да, сейчас много всякой информации. Иногда смотришь так ладно, складно говорит человек и думаешь, ему мне эту передачу вести. Ему надо было бы принять Христа и проповедовать. Потому что за него было заплачено. И есть призыв. Кто этот призыв оповестит? Вот такие Божьи всадники. Как Весли, как мы с вами. Мы чадо Божье и мы имеем власть. Это слово среди сумятиц этого мира. слова Божьи говорить. Мы призваны Господом и Он меняет нашу жизнь. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за это чудо Твоей жизни, жизни, жизни Твоего Сына в нас. Благодарим Тебя, что это реально. Наши размышления в Тебе реальны. Наше развитие в Тебе реально. может может быть среди тех, кто слушает это слово по интернету есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его в свою жизнь, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь, научи Твоему Слову, приведи в живую Церковь, люби, прощай, благословляй, даруй благодать, поднимай, если упаду, во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Бога.